Здравствуйте! Презентаршечку можно? Ребята? Всем привет! Мы быстренько представимся и начнем. Как сказал Женя, это тестовый формат, такой в два спикера. Для нас с Катей это тоже первый опыт в два спикера и работы с друг с другом, тем более, потому что он все равно первый. Поэтому, надеемся, вы нас поймете и простите в случае чего. Катя, представишься? Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Катерина Веченко. Как меня представили, я работаю K-координатором в компании Terra. Специализируюсь на тестировании, процессах тестирования и на тестировании безопасности. Меня зовут Артем Баковец, я основатель тренер боксов старта IT. Больше 7 лет занимаюсь IT в сфере. Начинал с QA, потом QA Elite, QA Manager, сейчас Scrum Master, Agile Project Manager. И уже около 3 лет обучаю людей, желающих начать карьеру. И, судя по их благодарным отзывам, вроде бы делаю это в довольно достойном уровне. Сегодня мы будем вам рассказывать тему, что происходило в 2015 году в сфере QA в IT-отрасли Украины. И пробуем вместе с вами пофантазировать, попрогнозировать, что же ждет нас в году 2016. То есть, что происходило и куда все движется. Начнем с того, что стало предпосылками к изменениям, к сильным каким-то, да. Также, как и во всех остальных сферах жизни в Украине, в связи с социально-экономическими и политическими событиями, которые произошли за последнее время, очень сильно изменился фон вообще состоятельности людей, которые работают не в IT. И это очень сильно повлияло на поток новичков и желающих переквалифицироваться в IT-отрасли, в IT-в IT, да. Ну и на основе этих экономических и политических посылок многие специалисты начали переезжать. То есть, благодаря программам релокации больших IT-компаний, много специалистов уехало в Восточную Европу. Это Польша, Чехия, Словакия и так далее. То есть, раньше специалисты тоже уезжали, да, Америка, Германия, Скандиналия, но это было как-то вот на фоне. Сейчас, я уверена, у многих есть 5-6 знакомых, которые за последний год уехали. Да. Кроме этого, начали освобождаться места, люди начали слышать о том, что в IT-в IT легко. Появилось множество желающих кандидатов-соискателей, как можно скорее это сделать. Большое количество рекламы повсюду, там, через год ты купишь себе автомобиль через 2-2-комнатную квартиру в центре Киева. Сделай это, это просто. И, типа, легко войти через QA. Как шоу-бизнес через постель, да, войти легко, войти через QA отрасль. И, собственно, это привело к огромнейшему количеству кандидатов на позиции Junior QA. Вплоть до того, что в день ты можешь получить 400 резюме на одну открытую вакансию. Ну, и как спрос создает предложение, в связи с этим на рынке открылось очень много IT-школ, которые обещают в 2 месяца или в лучшем случае за 3 недели сделать из вас QA специалиста. Бывает и за выходные. Бывает и за выходные, тем более. Вот. Некоторые из этих школ действительно стараются развивать отрасль, действительно хотят чему-то научить. Но есть и такие, которые просто гонятся за наживой. Система, в свою очередь, сопротивляется и повышает порог входа. Если видите глаза этой белки, это глаза вот тех джуниоров, которые выходят с курсов и не понимают, почему их никто не уберет. А зубы — это сопротивление системы. Надеюсь, вам видно. Потому что Катя очень старалась с этими слайдами, а большого экрана, к сожалению, нет. Вот. И, собственно, порог входа очень повысился. Если года 4 назад, чтобы стать Junior QA, тебе было достаточно сказать «Tell me please about yourself» на английском, рассказать историю, переустановить винду, поклацать мышкой и писать какой-то баг-репорт, и ты уже принят, твоя карьера началась, то сегодня все совсем не так. Порог входа значительно выше. Количество требований к каким-то техническим скиллам и умению пользоваться инструментами, тулами, знания базовой ООП, работы с базами данных, и список можно бесконечно продолжать. Ну, и, собственно, это все приводит к тому, что Junior стараются научиться. Junior стараются не просто выучить теорию тестирования, но и заработать какие-то тех скиллы себе. И уровень Junior начинает догонять уровень медлов и Senior, которые работают в компаниях. И поэтому сейчас просто, если ты middle, работаешь на проекте спокойно отсидеться, и не заниматься самым развитием уже недостаточно. Тебя вполне может заменить какой-то очень умный и перспективный Junior специалист. Да. Растет спрос на технические скиллы, на инструментарий, на какой-то уже greybox-тестинг. Независимо от того, ты там мануальный QA, или ты Dern, или ты Jun, хотят, чтобы ты хотя бы как-то базово мог писать свои кейсы, используя там BDD, Behavioral Driven Development, Manual, Auto, просто неважно, возьми, напиши хотя бы на каком-то геркене какие-то простые кейсы, Given VNZN, чтобы тебя понял Customer, чтобы тебя понял Product Owner, и на базе этого уже кто-нибудь поможет тебе написать автоматизацию. Ну просто так, как раньше кликать две кнопочки мышкой, быть очень счастливым, получать долларовую зарплату, и ничего не делать больше не получится. Скорее всего, эта эпоха отходит наконец-то. Кроме этого, замечается такой тренд, как если раньше в IT-компаниях были команды мануальчиков, она сидит и кликает кнопочки. Команда автоматизаторов, которая сидит и автоматизирует то, что накликали мануальчики. И команда так называемых узкопрофильных специалистов, например, по тестированию безопасности, по тестированию производительности, и так далее, и так далее. То сейчас нам приходится соревноваться со специалистами, которые уже в Восточной Европе, наши специалисты, которые уехали туда. В некоторых странах нанятие IT-специалиста, тестировщика, стоит дешевле, чем в Украине, и скиллы у них выше. И поэтому сейчас возникает спрос на специалистов, которые умеют все, на универсальных солдатах. То есть ты должен, помимо того, что ты умеешь тестировать вручную, ты должен обладать базовыми знаниями, автоматизацией, уметь базово протестировать свои приложения на мобильном, на безопасность, опять на ту же, и так далее, и так далее. То есть это все внуждает специалистов, наших специалистов развиваться быстрее. Попробуем предположить, что уже нас ждет в году 2016. Мы сделали какой-то свой прогноз. Может быть он сбудется, может нет. Мы его делали на основе той информации, которую мы видим по трендам, по конференциям, по трендам в разработке, по трендам на Западе, в компаниях американских, западноевропейских. В основном многие вещи унаследованы оттуда. Так, что же нас ждет? Бигдата. Я недавно услышала шутку такую, что бигдата – это как подростковый секс. Все идем говорят, но никто его не делает. Собственно, бигдата – это уже давно такой тренд в IT. Многие говорят, да-да-да, нам надо делать бигдату, надо разрабатывать бигдату, нам надо тестировать бигдату. Но, собственно, на рынке Украины это еще не вошло в полной мере, так как это делается в Америке, в Европе и так далее. И, собственно, специалисты, которые умеют тестировать бигдату, потому что просто… ну, как бы… Разработка по бигдату – это такая же обычная разработка. Точно так же нужно проверять, что оно все работает правильно. И проверять уже не получится ручками, да, покликать кнопочки. Там в основном нет UI, чтобы это можно было проверить. И специалисты, которые умеют работать с бигдатой, с датамайнингом, они будут очень востребованы в ближайшее время. Из свежих трендов – это, конечно же, Internet of Things, интернет вещей. У каждого третьего, четвертого человека в этом зале наверняка есть какое-то устройство, которое меряет количество шагов, количество щелканий челюстью, температуру за окном, прогнозирует, сколько вам проедет ваш автомобиль или что-нибудь в этом роде. То есть раньше обычно человек общался с компьютером, компьютер общался с сервером, но на этом все закончилось. Сейчас явно идет следующая эволюционная ступень развития технологий, следующая эволюционная ступень вообще технологического прогресса – это интернет вещей. Когда вещи будут общаться между собой, телефон будет общаться с холодильником, холодильник с туалетом, будет ему какой-то там прогноз выстраивать, что его ждет в ближайшее время и так дальше. Все к этому идет. Соответственно, к UEF, как это коснется, не получится прикинуть там, я замокаю респонс от сервера, какой-то JSON битый, не битый, и все, я потестировал. Представьте, этот сервер собирает в умном доме информацию, да, от того же холодильника, от той же микроволновки, от стула, от всех этих устройств и просто там замокать и предположить, что когда мы отрелизим этот сервер для умного дома, все будет хорошо. Ну, в общем, так уже не зайдет. Приходится уходить от Blackbox тестирования к чему-то более реальному и к пониманию системы изнутри. Ну, собственно, понимание системы изнутри. В Америке, в Европе, опять же, Microsoft и Google впервые внедрили такое понятие, как SDET – Software Development Engineer in Test. Это специалист, это кто-то посредине между мануальщиком и автоматизатором. Не автоматизатором, а скорее девелопером. То есть у такого специалиста должен быть Key Mindset, то есть желание и возможность искать именно баги в приложении. Но он должен уметь разобрать код, тестить его на Graybox и Whitebox уровне. То есть это то, что сейчас в тренде в Европе и в Америке, а мы знаем, что эти тренды потихоньку двигаются и к нам. Да, эти ребята, они начинали там с Microsoft, потом Google это он исследовал, и оно потихоньку расползается. Суть в том, что не надо бегать, дергать каждые пять минут девелопера, чтобы он тебе на пиксель кнопочку подвинул, да, или там градиент перекрасил бэкграунда. В принципе, QA должен быть компетентен, всякие минорные вещи позакрывать сам, отдать их на review и потом это все запушить куда надо. Развитие mobile, да, мобильные технологии неуклонно развиваются, у каждого из нас с собой есть гаджет, может даже несколько, кто-то еще планшет принес, еще дома другой планшет, который на зарядке лежит, чтобы не дай бог, когда этот разрядится. В общем, мы все это ощущаем. Раньше развитие мобильных приложений немножечко затормаживалось скоростью технологий мобильной связи, интернета, да. Но сейчас, скажем, в мире есть уже не только там 4G, LTE-сети, уже 5G потихоньку все переходит. То есть эти сети, их скорости достигают скоростей выше, чем наша воля кабель с вами. Это уже чего-то стоит, это дает какие-то возможности мобильным приложениям. И появление 3G в Украине, я думаю, все вы прочувствовали, насколько стало приятнее общаться с своим гаджетом. Если пойти по стартап-аллеям, посмотреть, что сейчас популярнее всего, что люди пытаются запускать с нуля, это все мобайл. То есть очень много будет туда кинуло сил разработки. Кто-то должен привести это в достойный уровень качества. И надо понимать, чем тестирование мобайла принципиально отличается от тестирования других клиенцированных приложений, потому что там много своих особенностей. Ну и, собственно, понимая все эти тренды, специалист будет видеть картинку в целом. Да, не сидеть, работать на своем проекте, знать одну систему и одну технологию, а понимать, куда движется отрасль вся. Что нужно учить, что нужно знать, что нужно учить в ближайшее время, что можно подождать еще годик-два, пока он дойдет до нас. И все это вот, big picture, это то, что делает вас востребованным IT-специалистом. Да, для этого есть множество конференций, чемпионатов, EA Web Challenge, IT Forum, QA Fest, который организовала команда Кати. Замечательное событие для QA, немного расширить свой кругозор. Потому что если вы там 10 лет, QA вы уже супер-мега-синьер, но вы все же тестируете один и тот же модуль банковской системы, вряд ли вы очень будете трендовый, интересный рынку специалист, если этот банк завтра накроется. Поэтому надо смотреть немножко шире, немножко выше. Есть комьюнити, есть клубы, надо их посещать, общаться. Ну, судя по тому, что вы сегодня здесь, вы это уже поняли, этот тренд прочувствовали на себе. Это очень было активно в 2015 году, то есть я, как активный спикер конференции, буквально каждую неделю получаю по несколько писем в Харьков, Одесса, Львов. Приезжайте, выступайте, расскажите. Я уже не понимаю, где столько слушателей находят, но это круто, что слушатели есть, спасибо вам. Это будет еще больше развиваться, скорее всего, в следующем году. Надо внимательно выбирать, куда стоит пойти, потому что в один день, наверное, будет по нескольким мероприятиям. Ну, да, как бы в заключение хотелось сказать, что, действительно, 2016 год обещает быть очень насыщенным, потому что спрос создает предложение, будет много ивентов, будет много конференций, будет много курсов, вебинаров, комьюнити сорганизовываться. И если вы будете участвовать в них, вы как раз сможете увидеть этот big picture и стать наиболее востребованным в сфере IT. Да, к тому же хотелось бы добавить, что релокация большого количества senior плюс уровня специалистов приводит к освобождающимся позициям. И хотелось бы, чтобы эти позиции заняли компетентные, жаждущие непрерывно развиваться, обучаться, привносить что-то новое, а не просто войти, войти, сесть в теплый пледик уютный и получать свои, как бы, новые доходы и на этом остановиться. Развивайтесь, учитесь, посещайте мероприятия, делитесь опытом. И всех с наступающим 2016. Надеюсь, мы не прогадали с трендами, увидимся там. Субтитры делал DimaTorzok Так, с друзьями. Спасибо, субтитры Алексею Дубровскому Игорь КRealм. Спасибо, субтитры Алексею Дубровскому Все мы знаем нашу схему